Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Жду немножечко, пока все подключатся. И сегодня, пока расскажу немножко о теме, которая будет, сегодня я взяла такую тему, почему не получается перейти на новый уровень жизни. Сегодня будем говорить о том, вообще, что такое новый уровень жизни, зачем на него переходить. И самое главное, что мы делаем не так и неправильно, и что нам необходимо исправить для того, чтобы эти моменты все-таки в нашей жизни произошли. Так, вижу, что вы активно включаетесь, это прекрасно. Всем здравствуйте! Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня хорошо видите, слышите. Вообще, я не знаю, как у вас, у меня всегда в жизни существует такой некий мой внутренний трамплин, некие внутренние этажи, и мне все время хочется двигаться вперед. Я даже не знаю, с завистью ли относиться к людям, которые не желают этого, и которым нормально, как говорит моя подруга, быть котами, да, то есть, когда ты кот, и тебе, в принципе, хорошо, и все как-то вокруг тебя складывается само по себе. Я марафонец, мне нравится все время бежать, мне нравится развиваться, и, в общем-то, я, если раньше у меня какая-то была такая иллюзия, что существует некая высота, на которую ты, точнее, которую ты достигнешь, и там тебе будет хорошо, то сейчас я понимаю, что все-таки кайф именно за счет того, что ты постоянно растешь, потому что именно переход на новые жизненные уровни, тогда, когда ты понимаешь, что ты стал лучше, что ты имеешь больше, что твои возможности прокачиваются, что твои ощущения становятся от жизни ярче, в общем-то, в этом и заключается смысл всего, потому что, меняя свою жизнь, ты меняешься сам, или, наверное, скорее наоборот, меняясь сам, ты меняешь свою жизнь, и лично мне это по кайфу. Для меня, например, самыми, наверное, страшными словами являются стабильность, да, то есть, когда все стабильно, это для меня подобно некой смерти. Я представляю себе, что любой заработок, если он является стабильным, это означает, что ты деградируешь, потому что возможности вселенной бесконечны, твои возможности наверняка тоже, и когда ты соглашаешься с неким кругом, в котором ты находишься, ты расслабляешься, и по факту начинаешь скатываться вниз, вот, поэтому для меня, например, крайне важно двигаться вперед, мало того, у меня еще такая, знаете, дурацкая натура, люди, которые оказываются вокруг меня, значит, я их тоже должна обязательно двигать, и у меня, так, знаете, либо в маркетинге существует в продажах такая фраза, продай, и... Боже, как это сказать? Хотела сказать, не могу сейчас вспомнить, продай или убей, ну, в общем, либо убей своего клиента, либо сделай так, чтобы он у тебя купил, вот, а у меня немножко по-другому работает, у меня, значит, вот это мое окружение, которое каким-то образом ко мне притягивается, люди разным образом, либо я их сдвину, куда-то начну двигать вперед, значит, либо это окружение куда-то сбежит от меня, потому что относиться к людям из категории, типа, да ладно, пусть они будут такими, какие они есть, пусть они деградируют, пусть они... Я не хочу такого окружения себе, и я как раз отношусь к вот этим людям, которые, знаете, всех вокруг толкают, пихают, и, в общем-то, ни у кого нету выбора, и вот мой муж уже 14 лет находится рядом со мной, и уже, может быть, рад был бы как-то от меня избавиться, да все равно я его все время куда-то пихаю, все время заставляю выходить его из зоны комфорта, входить в зону роста, вот, себя заставляю, людей вокруг меня, и дети мои пошли в спорт, наверное, потому что в спорте стать олимпийскими чемпионами легче, чем, в общем-то, быть моими дочками. Вот, значит, в бокале на всякий случай, я люблю красивый бокал, сегодня у меня не винный бокал, а бокал с шампанским, потому что винный бокал почему-то моя посудомойка, посудомойка, посудомойчная машина моя, очень слишком премиум, вот, слишком премиум, поэтому не моют бокалы. По поводу вот этой фразы слишком, расскажу вам маленькую историю, и дам возможность еще всем присоединиться, и мы начнем. Значит, когда-то я своей дочери старшей, которая занимается художественной гимнастикой, значит, рассказываю там о пользе еды, говорю, понимаешь, вот, например, сладости, они не полезные, вот, а овощи, фрукты, они полезные, в общем, значит, рассказываю ей, как лучше питаться для того, чтобы все было у нее хорошо с фигурой, чтобы ее тренер не сильно на нее наезжал, потому что художественные гимнасты все время взвешивают и жестко держат в форме, ну, заставляют их держаться в форме. И вот, значит, мой маленький ребенок, не помню, сколько я там, лет 5-6, значит, она, мы приехали на какой-то отдых, курорт, она накладывает себе еду, овощи, естественно, кладет в тарелку, делает вид, значит, пытается в себя их засунуть, и вот я вижу, как она, значит, мы где-то, я не помню, где мы были, честно скажу, но вижу, как она ест, у нее слезы такие, знаете, катятся, я думаю, господи, ну, неужели же так сильно пихает в себя эту еду? Я, значит, говорю ей, доченька, что такое, почему ты плачешь? Она говорит, мамочка, похоже, эти овощи слишком полезные, я думаю, что она имеет в виду? Я вилкой, значит, залажу ей в тарелку, а они, знаете, как острые такие, потому что очень любят, значит, товарищи с Востока, там, они очень любят, значит, это Азия, все приправы туда засовывать, и там какой-то острый соус, и она ест их все равно, не понимает, значит, что, в чем дело, она говорит, они слишком полезные, вот я сейчас вот эту фразу слишком всегда употребляю, когда что-то где-то не так, наверное, оно слишком полезное, слишком умное, вот, и так далее. И все, на этой замечательной ноте, значит, мы с вами выяснили про Пекси, про все дела, и готовы начинать. Итак, почему не получается перейти на уровень, на новый уровень жизни? Давайте для начала определим, что есть новый уровень жизни. У каждого из нас сегодня есть некая точка А. Точка А – то, в чем мы живем сегодня, наша сегодняшняя жизнь. Дом, где мы живем, люди, которые нас окружают, то количество денег, которое мы можем тратить на себя, и так далее, да, то есть это наша точка А, то, что у нас есть. У каждого из нас своя точка А. Я, например, живу в квартире за миллион долларов, кто-то живет в особняке за миллиард долларов, кто-то живет на съемной квартире за сто долларов, вот. У кого-то вообще ничего нет, он живет с мамой и фактически ничем не обладает. У каждого своя точка А. И эта точка А, как правило, нас все равно не устраивает, потому что у нас есть, это вот классное качество, оно есть не у всех. Есть люди, которые, как говорится, умеют довольствоваться малым, поставьте, пожалуйста, единички, кто умеет довольствоваться малым, есть люди, которым постоянно нужно больше, поставьте, пожалуйста, двоечки, чтобы я видела. Вот я из двоечек, да, я как только получаю то, что мне нравится, я сразу же начинаю хотеть большего. Первое время мой муж страшно вообще бесился, мне кажется, он меня ненавидел просто, он мне говорил, ты вообще бешеная баба, с тобой невозможно жить, он все время хотел со мной развестись и сбежать от меня, потому что я все время хотела большего. И он в какие-то моменты прям кричал мне, что ты, да тебе вообще с тобой невозможно, тебе сколько не дай, ты все равно будешь хотеть больше, вот ты никогда не расслабишься. И в какой-то момент он расслабился и даже начал получать от этого удовольствие, ну, мне так кажется, либо я заставила его получать удовольствие, это я тоже, как вы уже поняли, умею делать. И вот эта точка А, значит, это то, что у нас есть сегодня, здорово, классно, что много двоечек, практически все двоечки. Ненормальные к ненормальным, да, есть такая классная высказывание, ненормальные созданы для ненормальных. Замечательно, вы по адресу, друзья. Потому что вот эти счастливые люди, они мне непонятны, я им иногда искренне завидую, в какой-то момент, знаете, когда я понимаю, что я, значит, там, вешу на каком-то леднике, в очередной раз я себя туда засунула, думаю, чего я вешу, у меня так в жизни всего много, нахрена я туда поперлась, вот, понимая, что сейчас я могу сорваться, но я не буду срываться, я думаю, ну чё, ну чё мне так мало, ну почему я не умею просто наслаждаться вот этим вот корочкой хлеба, милым, раем в шалаше. Вот шалашка, ну не моя тема, корки хлеба я люблю, но только премиального, дорогого, да, и там с чёрной коркой. Короче, вот такие дурацкие привычки, которые мне нравятся. Окей, есть точка Б, каждый период времени мы ставим с вами некую точку Б, то, куда-то нам хотелось добраться. Есть глобальная точка Б, да, это такая точка Б, куда там вектор направленности, а есть некие конкретные точки Б, да, то есть мне бы хотелось там начать зарабатывать такую-то сумму денег, мне бы хотелось туда-то поехать отдыхать, мне бы хотелось купить такую-то машину себе, мне бы хотелось, чтобы мои дети учились в какой-то там школе или в каком-то институте, это наша некая точка Б. И, как правило, точка Б ознаменует некий уровень, потому что, когда я понимаю, что, например, я в своём бизнесе, да, или там в своей карьере выйду на определённый уровень, тогда автоматически, вот мне это нравится такая горочка, знаете, автоматически все вопросы решаются. То есть, если я, например, начинаю зарабатывать Х2, то мои дети могут идти в такую-то школу, мы можем себе позволить поехать на такой-то отдых, я могу себе позволить купить такой-то автомобиль и так далее, да. То есть, есть некие уровни. Кто понимает, о чём я говорю, поставьте, пожалуйста, троечки. Вот, что такое точка Б, да, то есть некий уровень, куда мы с вами следуем. И наша ключевая задача, конечно же, сделать вот этот переход из точки А в точку Б. То есть, нам необходимо проделать некий путь для того, чтобы из моей сегодняшней жизни перепрыгнуть в ту жизнь, которую я хочу перепрыгнуть. Так, троечки, спасибо вам большое. То есть, нам нужно проделать путь, вот этот вот отрезок. Пройти некий мост. Мне очень нравится это сравнение некого моста, да, потому что у нас с вами есть, вот кто в Киеве живёт, есть левый берег, есть правый берег, и есть мост, который соединяет вот эти точки. Что нам необходимо делать? Как сделать переход? Как вообще живут обычные люди? Давайте начнём с этого. Что делаем мы обычно? Если я спрошу любого из вас, хотите ли вы перейти в некую точку Б, хотите ли вы перейти на другую сторону, хотите ли вы больше зарабатывать, хотите ли вы иметь возможности путешествовать, короче, осуществить свою точку Б, вы все скажете «Да». Есть такие, вот напишите кто, я не хочу, вот напишите «Не хочу», если есть такие люди. Интересно. Обычно все говорят «Да», что есть нормально, да, потому что каждый человек в разговоре понимает, что он хочет куда-то перебраться, ему нужна переправа, он хочет двигаться, он очень этим мотивируется, в принципе, все люди так реагируют. Но при этом, почему большинство людей не попадает на другой берег? То есть 90% людей, чтобы вы понимали, не попадает на другой берег, 100% говорят, что они хотят, ну так, 99,9, там есть какой-то 0,001, который говорит, «Да нахер мне на тот берег, мне тут нормально». Вы знаете таких людей? Напишите «Знаю». Вот напишите «Знаю», если вы знаете людей, которым нормально тут, они не хотят. У них нету задачи найти лучшую версию себя, посмотреть мир, стать богатым человеком, им нормально. Вот я знаю таких людей, мало, но знаю. Они, как правило, в прошлых поколениях, их больше там, да, то есть они вообще не амбициозны, они не понимают зачем. Вот, знаю, часто есть мамы, папы, бабушки, дедушки, и есть даже наши одногодки такие. Знаю, вот им нормально, им хорошо. Их не нужно двигать, вот смотрите, вы все знаете таких людей. Их не нужно двигать, им так хорошо. Это вот мой кот, мой кот, вот ему нахрен не надо. Вот правда, вот он сидит, гад, ест сейчас. Почему гад? Потому что он всегда ест, когда я провожу прямую эфир. Ему принципиально прийти и в этот момент чапкать. Если я сейчас закрою где-то двери, он будет обязательно орать в этот момент. Вот он кот, ему нормально. Тимофей, тебе нужно зарабатывать больше? Нужно, чтобы я жила в доме лучше? Теме нужно только одно, чтобы я никуда не уезжала. Чтобы вот никто из нас никуда не уезжал, а в идеале не выходил из квартиры. Потому что ему очень сложно в нашей большой квартире за всеми следить. Это единственное, что его бесит. Все остальное ему в жизни норм. Люди же в большинстве своем, да, вот все мы знаем таких людей, но тем не менее, большинство, если вы спросите, хочешь ли ты больше зарабатывать, хотел бы ты иметь больше возможностей. Все говорят, да, конечно, да, я хочу, да, ну нормальненько. Итак, что делаем мы для того, чтобы вырасти? Что делает большинство? Кроме того, что говорит, я хочу, да, я понимаю, я знаю, мне это нужно. Первое, что мы делаем, мы продолжаем делать то, что мы делаем. Ну, то есть все понимают, да, давайте такую простую штуку. Все понимают, что для того, чтобы перейти на другую точку, нужно как минимум сделать какие-то новые действия, да, нужно пойти вперед. Мы, по сути, топчемся с вами на месте. Если у вас коты когда-то так делали, вот мой Тима так любил раньше делать, мы с вами живем некой жизнью, мы топчемся на месте. Потом, в идеале, мы переходим с вами куда-то и опять топчемся на месте. То есть мы никогда с вами не растем вот так. Мы с вами, как правило, растем так, потом по прямой, потом так, потом по прямой, потом лестница. Но не все. У большинства жизнь прямая линия. У некоторых вот так еще умудряются. Но это обычно происходит так. Если у вас прямая линия, вы потом что-то произошло, вы скотнули и потом пошли вниз. Это как бы обычная практика. Но нам всем кажется, что наша жизнь это лестница, развитие. Мы все в это верим и все очень хотим, чтобы так было. У нас есть некая вершина, которую мы хотим покорить. Итак, как мы покоряем вершину? Большинство людей что делает? Мы продолжаем делать то, что мы делаем. Мы думаем о том, чего мы хотим, но при этом страшно надеемся, что все произойдет само. Поставьте, пожалуйста, единички, кто узнает себя в этом. То есть мы надеемся, что все произойдет само. Что вот как-то что-то произойдет, и мы добежим до точки B. Вот как-то нас перенесет. Помните песенку? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И как-то само это произойдет. Ну вот давайте откровенно сейчас. Вот само. То есть вот что-то там, вот я буду об этом думать, позитивно мыслить. И оно как-то само страшно хочется. Страшно хочется, что ты ходишь, ходишь такой, например, на работу. Ходишь, ходишь, приходишь, и тебе говорят, у тебя повышение в 10 раз. Классно, да? То есть есть такой момент. Очень классно, чтобы само произошло. Давайте не будем врать в любой точке, в какой бы мы ни находились. У нас все равно есть надежда на то, что произойдет само. Очень сильно хочется. Чтобы повезло. Мы так часто даже говорим, ну может быть такое, мать твою жизнь, что повезет мне хоть раз. Ну запахалась уже, блин, столько похать. Вот как-то может само. У нас у всех есть это. Большинство людей живут по этому принципу. То есть они очень сильно хотят, чтобы само. Ну пожалуйста, ну пусть как-нибудь само. У нас есть еще вторая такая штука, которая была в детстве. Помните? Что когда я вырасту, оно само. Это тоже штучка, которая работает. Когда я вырасту, тогда все автоматически будет. Помните, нам же в детстве об этом все время говорили, что когда вырастешь, тогда у тебя будут деньги и будешь решать. Когда вырастешь, тогда найдешь себе того партнера, с которым ты хочешь жить. А пока мучайся. Когда вырастешь, тогда купишь себе ту кровать, на которой хочешь спать. А пока спи. Когда вырастешь, будешь решать, что тебе есть. Помните, нам с вот этим «когда вырастешь» нам очень много вкладывали. Эта программа упала у нас на подсознание, и нам действительно многим кажется, что вот с возрастом что-то будет. Вот особенно мы так ждем это к 18, потом 18-20, потом 20-25, а потом с 25 попадает 30, а 30 это уже некие результаты, которые мы должны защищать. То есть по сути самый большой скачок у человека обычно такой происходит от 20 до 30. Но парадоксальность заключается в том, что от 20 до 25 человеку очень сложно повзрослеть, потому что тут университет, еще непонятно, типа ты в 20 еще ребенок, а 5 лет пробегает очень быстро. И многим, кто не стартует рано, а сейчас вы знаете, стали стартовать с 14, с 12, мы уже видим совершенно другое поколение, мы видим другое поколение, которое стартует в 12 лет, суки, вы представляете, в 12 лет. Они в 12 лет мутят бизнесы, они в 14 лет зарабатывают бабло, они заканчивают школу, уже имея кучу денег, уже имея бизнесы, новое поколение. 20 лет сегодня, это уже начинается быть моментом старости, они уже по-другому разговаривают. До 25 кажется, что время пролетает очень быстро, но тебе кажется, что ты по-прежнему молодой. Вилка от 25 до 30, вилка от 25 до 30, это уже момент твоих достижений, многие не в состоянии, они что в 25, что в 26, что в 30, не успевают еще качнуться. А 30 лет у многих начинается уже депрессняк, мать твою, у меня 30, со мной ничего не произошло. Это реалии, новые. Посмотрите, обратите внимание в ютубчике сейчас, посмотрите на бизнес-тренинги, посмотрите, в каком возрасте ребята сейчас взлетают и начинают зарабатывать. Обратите на это внимание. Обратите на это внимание. Новое поколение совсем другое, совсем другое. Поэтому, например, я своих детей воспитываю по принципу здесь и сейчас. Ты строишь свою жизнь сейчас, тебе 6, и ты строишь свою жизнь. Твоя жизнь никогда тебе будет 18-20, когда ты закончишь школу или институт, ни хера. Она у тебя сейчас, ты сейчас копаешь себе уже свои огороды, ты их уже засеваешь, ты уже учишься управлять своей жизнью, ты уже понимаешь, как она построена. Ты понимаешь, что если ты втыкаешь, как все остальные дети, например, которые там сидят в школе и ничего не делают, то, собственно, ты себя и никак не создаешь. Нет, ты себя строишь сегодня. Сегодня то, что ты делаешь, дает тебе результаты, и ты их уже видишь. Итак, погнали дальше. Само уже понятно, ничего не происходит. Дальше. Второй момент. У нас есть ожидание, что с нами произойдет нечто. У девочек это «я выйду замуж», «я удачно выйду замуж», и у моего мужа будут деньги, он будет успешный, и у него все будет классно. Девочки, пожалуйста, напишите пятерочке, у кого такая мысль когда-то была, что классно было бы встретить классного мужчину, который бы тебя любил, ты его любила, и он бы тебе все дал. Пятерочки. Да, это чувство, когда он 25 забеременел, и в 30 очнул, сто процентов. Пятерочки. Кто хотел себе? Я. Вот я могу сказать за себя. Я всегда очень сильно надеялась, что я встречу мужчину, и он превратит мою жизнь в сказку. И правда, мне этого всегда очень сильно хотелось. Ну, правда, потому что это нормально. Это нормально, когда есть мужик. Это нормально, когда ты можешь на него положиться. Это нормально, когда ты хочешь побыть девочкой. Хотя бы можешь это сделать. Другой вопрос, что ты хочешь реализовываться, тебе интересно, бла-бла-бла. Ну, ты точно знаешь, что ты, он может тебе дать весь бэкграунд. Каждой девочке это хочется, это нормально. Это вообще нормально. И у многих вот это является ступором. То есть девочка не хочет, она откладывает. Она говорит, я сейчас погуляю, или я сейчас буду из себя делать лялю, чтобы найти себе кого-то. Очень часто бывает, я вам скажу так, как я наблюдаю сейчас за своими, ну, условно, подружками, знакомыми. Очень многие девочки моего возраста, которых я знаю с института, не вышли замуж, не родили детей, и я подозреваю, что занимаются блядством. Ну, можно я назову вещи своими именами, потому что они где-то везде катаются. Я не знаю, сколько лет они еще способны прокататься, но история про то, что ничего из себя. Они не построили бизнесы, они не создали себя, они все время инвестировали в себя красивую. Это очень опасно, потому что красота штука клевая, но после 40 девочки 18-летние сейчас заходят тоже зачетненькие. Тоже зачетненькие. И речь идет не о том, чтобы срочно выходить замуж или не вкладывать в свою красоту. Речь идет о том, что в любом случае инвестиция себя в контексте кто я, что я могу, как я могу себя содержать, кроме своей писи или сиси, тоже как было бы неплохо. Не то, чтобы я осуждала или завидовала, хотя возможно, но тем не менее, тем не менее. История про то, что что-то со мной случится, это классная история, но она и может случиться. Но тем не менее, она достаточно небезопасная и немного странная стратегия. Еще почему? Потому что даже если ты попадаешь в классные отношения, не зная, кто ты, не имея внутреннего стержня, не представляя из себя кого-то, кто интересен тебе самой, слышали меня? Не кому-то, а тебе самой. Я всегда должна быть прежде всего интересна себе самой. Да, в жизни может быть много жоп, да, в жизни может быть много всяких кризисов и всякой другой херни. Безусловно, но чем крепче ты внутри, тем быстрее, знаете, как кораблик, вот твоя капсула. Ты можешь пойти на дно, но чем ты крепче, тем быстрее ты вынурнешь и найдешь себя в этом мире. Поэтому самое классное, это, конечно, когда мы работаем над собой, над своим родлитием, над своим баблишком, да, над своими деньгами, над своей жизнью. Когда я знаю, кто я, вне зависимости от того, что происходит в моей жизни. Любит меня кто-то сильно, не любит меня, есть у меня мужчина, нет у меня мужчины, есть у меня женщина, неважно. Самое главное, что я у себя есть и я очень крепенькая. И вот эта фишка классная. Поэтому второй момент, который мы делаем, да, вместо того, чтобы идти к своей точке Б, мы ждем, что произойдет чудо, да. Каким образом это чудо произойдет? Ну, что это означает? Это означает, что мы ничего сами не делаем, да, мы ждем, что нас повысят, но при этом никак над собой не работаем. Мы ждем, что встретится какой-то мужчина, и поэтому мы ничего не делаем, мы не занимаемся построением себя, своего развития. Нет, максимум мы качаем губы и пресс, еще это хорошо. То есть мы ждем, что кто-то, кому-то, да, перейдет наша вот эта ответственность за нашу жизнь, и кто-то это сделает за нас. Поэтому, как вы понимаете, это достаточно опасная штука. Дальше. В нашем лексиконе есть несколько ключевых фраз и действий, которые убивают наши цели, которые не дают нам возможности их достичь. Первое. Тогда мы говорим о том, что я хочу попасть в точку Б, помните? Я хочу кем-то стать, я хочу что-то сделать, я хочу какой-то новый уровень жизни. Мы об этом поговорили. И что нам мешает? Первое, это то, что у нас нету понимания, а чего конкретно я хочу. Нету конкретного понимания цели. Большинство людей, когда их спрашиваешь о том, что они хотят, они говорят, я хочу жить лучше, зарабатывать больше, быть счастливым и что-то такое. Запомните, цель должна быть конкретная. Вы должны понимать, чего вы хотите. Чего вы хотите. Ко мне на рерайтер жизни уже за практически полтора года пришло несколько тысяч человек. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что многие, большинство людей, когда начинают, а мы очень детально там описываем свою жизнь, для большинства людей это полная вообще неожиданность, что они там пишут. Потому что мы не знаем, чего мы хотим. Вот вы должны осознавать, что переход на новый уровень возможен при первом условии, чтобы вы понимаете, какой это уровень. Не куда-то туда, а куда. Чего я на этом уровне хочу. Сколько я хочу зарабатывать. Если я хочу новое дело, найти себя. Значит, это моя цель, найти себя. И дальше по цели. Как это сделать? У меня есть месяц, в течение месяца я должна найти себя. Или должен найти себя. Как я буду искать себя? Мне нужно подумать, выписать себе 100, 50, неважно, ниш, тем, которые могли бы быть мне интересны. И очень быстро их прошерстить, поузнавать про эти темы, посмотреть, это интересно, это неинтересно. Оставить 10, которые интересны, поизучать глубже, посмотреть, поизучать, неинтересно, неинтересно. Очень быстро действовать. Друзья, у нас с вами в среднем 60-70 лет. 60-70 лет, лет 20 из которых мы точно провтыкиваем. А многие провтыкивают половину. Вы должны понимать, что сегодня нельзя ходить, сегодня нужно летать, сегодня нужно быстро передвигаться. Потому что в противном случае вы будете нудной гусеницей. Даже для того, чтобы в какой-то момент расслабиться, нужно изначально нормально поработать. Ну, если вы чего-то в этой жизни хотите. Поэтому, первое, это цель. Буду двигаться быстрее, а то тоже смотрю, эфир закончится. Второе, отсутствие дисциплины. Мать твою, у большинства людей огромная проблема с самой дисциплиной. Огромная проблема. В чем это заключается? Первое, написал себе план на день, ни хера его не выполнил. Ну, не выполнил. Был занят другими делами, какими-то, непонятно какими. Второе, полное отсутствие дисциплины дня в контексте, когда я просыпаюсь, когда я засыпаю. Заметьте, мы просыпаемся вовремя только, когда мы наемные сотрудники. Или когда мы идем в школу. Вот когда мы маме не можем сказать, там, например, потому что мама даст пистюлей, вот, что я сегодня не пойду в школу. В других случаях большинство людей обычных не в состоянии даже вовремя подняться. Вы говорите себе, я поднимусь там в 9 часов и ни хера не поднимаетесь. Ваш будильник, ваш будильник для вас это вот эта вот кнопка. Алло. Если вы просыпаетесь в 11, в 12, а потом вы ночью, ночью ваше время, оно, ваш организм не настроен на работу. Он настроен на втыканье. Вы неэффективны. Вы просыраете свою жизнь. Вы просыпаете ее. И вы валенок. Вы по жизни превращаетесь в какого-то валенка. И дисциплинирует таких людей только работа. Я знаю людей, которые ненавидят, например, рано вставать и страдают, потому что вот на работу на 8 часов. Человек говорит, я бы никогда не вставал. Но вы должны понимать, что ресурсное время нельзя, не зря есть книга «Магия утра», да, про ранние подъемы. Ресурсное время, энергетическое – это утро. И когда вы утром встали, привели себя в порядок и готовы работать, вообще все успешные люди, почитайте биографию, встают в 5-6 утра. В 5-6 утра. Некоторые в 4-30 умудряются встать, потренироваться, пока все спят, сделать свои дела, сделать практики медитации, написать план на день, разобраться со всей текучкой. И в 8 утра начать нормальную работу. Понимаете? И это говорит об эффективности и успехе. Если вы не можете себя встроить в какой-то нормальный график, о чем говорит? О каких целях можно говорить, если вы даже встать не можете себя заставить работать нормально? Это нужно понимать. Просто для себя понимать. Вы должны… Это не означает, что вы плохой человек. Это ответ на вопрос, почему я не могу перейти на новый уровень. Да потому! Да потому, что я встать, блядь, не могу. Поэтому я не могу перейти. Вот и все. Я даже это не могу сделать. Скажите себе об этом. Все, расслабьтесь. Скажите, никакого нового уровня мне на этом уровне нормально. Не придумывайте себе каких-то супер вещей. Просто скажите себе правду, выдохните. Хух. И пусть вам будет хорошо. Дальше. Следующая проблема – это то, что вы не понимаете, какие действия в вашей жизни ведут вас к результату, а какие не ведут. Вы записываете себе графики, вы такой довольны, у вас тысячу задач, вы прям весь умыли, жопа умыли, все умыли, а выхлопа ни хера нету. Вы как зарабатывали, так и зарабатываете. Как сидели в этой жопе, так и находитесь в этой жопе. И нифига не меняется у вас. Нифига. Вы можете себе эти списки писать бесконечные. Вы можете себя чувствовать энергичным, можете накачиваться, а денег у вас ни хера нету, и на уровне вы находитесь, на том, на котором находились. Все. Все. Вот что с вами происходит. Потому что вы не понимаете, это как гардероб. Это как ваша гардеробная комната или ваш шкаф. Шматьем, всяким говнищем. Это все напихано, напихано. Старое, новое, в катышках, в болдышках, уже то, что давно выкинуть, давно вам надо. Большое, растянутое, такое, такое. У вас все напихано. А надеть вам нечего. И купить вы уже ни хрена не можете, потому что вы не понимаете, что у вас там есть. Но вы такой, типа, шкаф полный. Вот то же самое происходит у вас в жизни. То же самое. У вас дохерища всяких дел. Вы такие очень деловые. Вам некогда, конечно, учиться некогда. Это некогда, денег нет, ничего нет. Вы очень деловой, занятой, раздраженный. Такой замечательный, прекрасный человек. Какого хера, скажите себе? Какого хера я вообще делаю в этой жизни? Это моя жизнь, да? И я думаю, чего же на новый уровень-то не переходите? Действительно. Вообще. Вообще. Чего же такое-то? Времени же даже нету. Понять, какие действия вам нужны, какие нет. Дальше. Слабые убеждения, на основе которых строится ваша жизнь. Это тоже очень важно, потому что наша жизнь строится на убеждениях. Например, ну сейчас не время, потому что сейчас не то время. Я когда вырасту, я сейчас очень маленькая, я вот когда вырасту, вот тогда это будет. Когда я заработаю вот эту сумму денег, вот тогда да. Когда я найду себя, вот тогда я буду делать очень правильные действия. А пока я себя ищу. У меня еще есть время, мне некуда торопиться. Каждый человек развивается в своем жизненном темпе. Каждый человек развивается в своем жизненном темпе. И мне некуда торопиться. Зато я хороший человек. Не в этом вообще счастье. Не в этом счастье. Вот не в этом счастье. Я когда-нибудь обязательно перейду на новый уровень, но когда, я еще не знаю. И вот этой всей херни, уж простите за правду, в вашей голове просто неимоверное количество. И вы находите эти все оправдания. Вы все такие глубокие люди, глубинные, честные, прекрасные, замечательные. Я когда-нибудь перейду на этот уровень, я об этом думаю. Я просто еще не придумала, когда я перейду на этот уровень. Еще не почувствовала жопой своей, не почувствовала. Жопу вырастила, а чувствовать не научилась. Не научилась чувствовать еще. Еще недостаточно глубинная чувствительность у меня. Вот такая вот. Так вот, друзья, вот это вот все классно. Следующий пунктик, это, конечно, окружение. Посмотрите, кто вас окружает. Вот я прям уверена, что окружают-то вас талантливые, гениальные все люди, которые развиваются. Вы себя такими же окружаете. Нет, вы себя окружаете тех, кто такие же говнишки, как и вы. Потому что как только кто-то на вашем фоне появляется классно, вы этого человека ненавидите, не любите, не хотите. Потому что вы сразу же чувствуете свою слабость. Нахера вам иметь кого-нибудь получше? Он же нас унижает, наше достоинство. Нет, нет. Попробуйте при своем муже, если он у вас не сильно клевый, ну, клевый, но не сильно, сказать про друга вашей подруги или про какого-то другого мужика успешного. Ну, блин, он пеной весь и зайдет, он весь начнет чесаться, ему все это будет неприятно, мерзко, все ужасно. А все почему? Потому что он себя с лентяем почувствует. Потому что вместо того, чтобы сказать, блядь, прости меня, моя дорогая, любимая женщина, что я такая мудища, блин. Нет, он будет вот это вот, он тебе нужен, ну, ходи к нему, все. Вот так он себя будет вести. Вот так себя ведут мужики. Вот так, потому что им неприятно. Им неприятно. А вам они думают приятно. Вам приятно. Вам приятно с ним жить. Понимаете? Вам приятно закрывать глаза и говорить ему, ну, миленький, ну, пожалуйста, ну, хороший мой, ну, ты это, ну, ты то. И не знать уже, блядь, с какой жопой ему подлизнуть, чтобы как-то, сука, не обидеть его достоинства. Достоинства его огромные. Понимаете? Вот так происходит. Так, мальчики, происходит жизнь, да? Тест таким развелался, она говорит. Неважно, потому что мужики вот болезненно почему-то на это реагируют. Так вот окружение. Если в вашем окружении все такие, так вы далеко не вылезете. Окружение нужно менять. Онлайн, офлайн, онлайн мы тоже создаем свое окружение. Понимаете? Кого вы читаете, за кем вы наблюдаете, это тоже ваше окружение. Мы сегодня дружим со всеми этими прекрасными людьми с любых точек мира. Чем мы пихаем в свой мозг, это наши друзья. Убеждения такого рода еще давайте немножечко разберем, буквально быстро. Например, тише едешь, дальше будешь. Да, часто нам повторяют. Мы себя так очень не тишаем. Тише едешь, дальше будешь. Это мы так, типа, почему я еще этого не имею? Ну, тише едешь, дальше будешь. Я просто не тороплюсь. Классное. Много хочешь, мало получишь. Тоже, да, то, на чем мы выросли. Много хочешь, мало получишь. Надо аккуратно. Еще есть классная штука. Парней классно касается. Мужчин. Талант везде пробьется. Он говорит, если я талантливый, вот прорастет. Прорастут мои семена. Прорастут когда-нибудь. Я ни хера делать не буду, они прорастут. Так не бывает. И еще классная отговорка. Я буду двигаться в своем темпе. Это такая, знаете, наша сейчас прям потрясающая штука. Я буду двигаться в своем темпе. Я просто буду в своем темпе двигаться. Мы так себя утешаем. Вы должны понимать, что вы так себя просто утешаете. Своё ничтожное существование. Я буду двигаться в своем темпе. Двигайся. И двигайся. Вот так себе и скажи. Двигайся. И не надо себе, Оля, говорить, что я хочу перейти на новый уровень. Ты хочешь двигаться в темпе, блин. Черепахи, двигайся. Иди двигайся. Об стенку почешись, еще куда-нибудь. Научитесь, мать вашу, быть с собой жесткими. Научитесь быть с собой жесткими. Хватит себя уже, блин, обчуконивать. Какие вы все хорошие. И мужик ваш хороший. И все хорошее. И вы такие хорошие. И только что-то сильно... Ну, зато счастливые. Вы счастливые, правда? Да, вы счастливые. Ну, будьте тогда счастливы. Тогда будьте счастливы. Я так, я с собой разговариваю очень жестко. Очень жестко. Потому что, как только я себе начинаю рассказывать про свой темп, и понимаю, что я банальная, тупая лентяйка. И недостойна быть мамой своих чемпионов. Говорю, иди и лишайся материнских прав. Простых, замнище такое. Да. Всему свое время. Да, да, правильно. Всему свое время тоже хорошо. Итак, давайте подытожим. Чего нету? Нету отсутствия видения целей. У нас есть следующий момент, отсутствие амбиций. Очень часто мы не делаем этого, когда у нас нету амбиций. Но это уже мы с вами выяснили. Если вы единичка, то сидите без своих амбиций. И, наконец, нас останавливает от перехода на новый уровень страх, что у нас может не получиться. Абсолютно нормальная штука. Вообще, вы должны понимать, что боятся все люди. То есть, когда вы боитесь, вы себе скажите, да все боятся. В принципе, и все окей. И те, кто побеждают, боятся. И те, кто проигрывают, боятся. У всех это одинаково. Просто одни побеждают, другие проигрывают. Пришло время разобраться. Вы куда? Самое главное, знаете, что, самое главное, читаю ваши комментарии, избиваюсь, самое главное, почему мы не переходим на новый уровень, это банально просто. Это банально просто. А звучит следующим образом. Отсутствие ежедневных действий к нашей цели. Потому что цели нет, мы боимся, и, естественно, мы нихера не делаем. А вот тогда, когда у нас появляется цель, нам необходимо сделать в свою жизнь то, что нас к ней приведет. Нам необходимо по мостику начать шагать. Это важно. Что вы должны знать? 90% людей текут по течению жизненному и никогда ничего с тобой не сделают. 90% населения Земли никогда ни хера в своей жизни не изменит. Вы должны это осознать. Вы должны это осознать. Я сегодня выложила картинку в сторис, можете зайти посмотреть. Помните, раньше говорили о том, что была теория, что Земля плоская, плоская. И там все время кто-то держал эту Землю. Киты, слоны. У разных народов, значит, были свои разные теории. Так вот вы должны понимать, в сегодняшней картинке можете глянуть, что 90% людей – это огромная масса, которая держит те 10%, которые создают этот мир. Которые в этом мире решают, каким он будет, какие в нем будут инновации, какие в нем будут возможности. 10% людей – это люди, которые создают реальность, которые получают самые большие деньги, которые летают, которые живут в красивых домах и квартирах. Это всего лишь 10% населения Земли. 10, 10, 90% – рабы. Так вот у меня к вам вопрос. Вы кто? Вы кто? Вы раб или вы хозяин? Вот задайте себе этот вопрос в очередной раз, когда вы проснетесь в 12 часов дня. Или когда вам будет в лон что-то делать. Спросите себя. Или когда у вас будет идти пелена, потому что кто-то успешный, опять что-то сделал, а вы опять просрали что-то. Задайте себе этот вопрос. Я раб или я хозяин? Я из 10% или из 90%? И если из 90% – спите спокойно. Можете не просыпаться. Спите сколько вам надо. Ходите куда хотите. Делайте, что хотите. Называйте себя Богом, кем угодно. Но не надо рассказывать про переходы на новую реальность. Почему у меня не получается? Это потому. Да потому у вас и не получается. В моей жизни было несколько ключевых моментов. Сейчас очень быстро постараюсь рассказать. Когда я переходила на основные жизненные уровни. Их было достаточно много. Первый произошел где-то в 18 лет. Когда я проснулась, ну проснулась условно, в квартире со своей мамой. С отчимом мы уже не жили. Квартира двухкомнатная, на окраине массива, нет ремонта, стыдно пригласить друзей, гостей, еще чего-то. Мама старалась как могла, болела. Короче, разные были истории. И я поняла, что я как-то хочу сильно другую жизнь. И я помню, как я начала задавать вопросы, естественно, маме. Мама, а как люди покупают квартиры? А откуда у людей деньги на машины? А как они путешествуют? Потому что мы никуда не ездили совсем. Ни Египта, ни Турции. Ничего не было в моей жизни. И мама не могла мне ничего сказать толком. Она говорит, Оля, ну вот мы сейчас как-то выживаем. Я очень пытаюсь, очень стараюсь. Ты же знаешь, у меня проблемы со здоровьем. И я поняла, что надо что-то делать. Вот эта вот фраза, что-то делать. Не было интернета, ребята. Не было интернета. Не было никаких тренингов, курсов, коучингов. Ни хера этого не было. Ни херища не было. Это 2000 год. И я поняла, что мне как минимум, а у меня было, ну ничего еще нету, никакой работы, ничего нету. В институт я только поступила. И я твердо поняла, что мне нужно чем-то заполнять свое время. Самое главное, не находиться в спокойном состоянии. Вот это стало моей задачей. Я ходила, покупала книги, куда-то ездила, сдавала что-то в прачечную, ремонтировала, готовила. Я вставала очень рано и пыталась все время что-то делать, не понимая, что нужно делать. Это был мой первый переход, потому что, когда я вошла в эту стадию, совершенно как бы случайным образом, в моей жизни случился перелом, и я попала в шоу-бизнес. Именно благодаря своим действиям физическим, благодаря вот этому поиску. Я понимала, что вот я себя включила на поиски, я точно понимала, что я не должна сидеть и втыкать, и ждать, что со мной что-то произойдет. Я прямо раскачивала внутреннюю энергию. Второй момент произошел, когда я как раз познакомилась со своим продюсером, и мой продюсер, я пела в женской группе, в 19 лет я в нее попала. И он был очень необычным человеком, он занимался как раз мощным саморазвитием, всякими практиками, и это опять-таки 2001 год. Очень мало информации, интернет, нет у нас никаких телефонов, первый какой-то телефон кнопочный, ни хера, короче, нету. И он меня все время дрючил, не могу по-другому сказать. Он меня заставлял читать, он меня все время спрашивал о каких-то смыслах, о том, куда я стремлюсь в жизни. Я слов таких не знала, я хорошо помню, у меня даже листочек сохранился, как он мне в кафе на альбомном листке написал слово «харизма». И сказал, ты знаешь, что такое харизма? Я пошла в интернет-клуб, не было в интернете такого понятия, как харизма. Он мне сказал, есть на Петровке, в Киеве есть такой книжный рынок, Петровка, есть книга, найди ее. И я ходила по рядам и спрашивала, если книга харизма, никто не знал, что такое харизма. И вот он меня очень сильно раскачивал, заставлял, он мне все время говорил, делай что-нибудь, действуй, ходи, знакомься, общайся, ты должна расти и развиваться. Это было так странно, я не понимала вообще, что значит расти, куда расти. Но он все время говорил мне, если ты не будешь расти, ты станешь никем. И мне было от этого так страшно, что я делала все, только я знакомилась с какими-то людьми, с кем-то общалась. Я ходила на всякие кастинги, я куда-то, я понимала, что мне нужны какие-то толчки. Третий мой переходный этап стал тогда, когда я вышла замуж. Это произошло не столько из-за замужества, сколько из-за кризиса, потому что я вышла замуж, и скажем так, мой супруг лишился денег, и я вместе с ним. И мне пришлось создавать бизнес. Пришлось, потому что я, как дела у Александра сейчас, вы можете его в фейсбуке найти, посмотреть. Значит, когда я, еще раз, когда я вышла замуж, начался финансовый кризис, и мой муж лишился денег. А я накануне, буквально, мы успели как бы открыть мне свадебное агентство. Ну, странно было, что это такое, но, типа, мы придумали бизнес. И поскольку у меня не было выхода, я больше ничем не могла заработать денег, а у меня уже был сделан сайт, были какие-то сделаны действия, и было, типа, понимание того, что я должна быть свадебным организатором, я создавала бизнес, ничего не зная о бизнесе. Опять-таки, ребята, не было никаких тренингов, ни херища не было. Фейсбук только зарождался, Инстаграм зародился позже. То есть даже страшно сказать, что вот так это было. И я каждый день задавала себе вопросы, что мне нужно сделать, потому что у меня была кредитная машина, и мне нужно было каждый месяц, там, 1500 долларов на кредитную машину и так далее, расходы. Я никогда не зарабатывала деньги через бизнес, я получала зарплату, и то не такую большую. И это был очень крутой период, потому что я свой мозг постоянно задрачивала. Мы сидели с моим мужем и все время думали о том, что давай, давай попробуем провести. Мы все придумывали, давай ты напишешь книгу, книгу я напишу, какую книгу, давай напишу. Написала, как ее издать, ебсель, как ее издать. В типографию позвонили, а как книги издаются, как-то там написали, издали эту книгу. Потом, и вот все, что мы делали, мы делали просто каждый день, задавая себе вопросы. Что мы можем сделать, потому что мы шли ко дну. Так это происходит. Все любые прорывы начинаются с понимания того, что мне в принципе нужен этот прорыв, и второе, это то, что я готов действовать в этом прорыве. Поверьте, сейчас гораздо больше возможностей и понимания того, что нужно делать. Когда начинала я 20, 20, не 20, о господи, ну боже, это кошмар какой-то. Ладно, больше 10 лет назад ничего не было, не было никакой информации. И это было очень сложно, потому что ты не знал вообще, куда тебе обратиться. Но я все время находила действия и все время понимала, что без действия точно меня никуда не приведет. Вот вы должны осознавать, что только новые действия, правильные, способны привести вас на другой берег. Это важно понимать. Очень важно понимать, какие именно действия это будут. Следующий момент, который очень важен, это вера. Вера в себя, то, что я это сделаю. Важно понять, что я добьюсь успеха, я в себя верю. И эта вера работает только с подкреплением действий. Вот это пиздовольство, простите, я не могу подобрать сегодня других слов, пиздовольство. Я верю, я успешна. Это все пиздовольство. Это можешь написать себе на стенке и сидеть читать. Можешь на эту тему медитировать. Только действие подтверждает, что ты веришь. Когда ты веришь, ты действуешь. Когда ты действуешь, ты веришь. Это все вот так вот, понимаете? Одна парочка. Одна парочка. Детям тоже нужно знать, что такое пиздовольство. Пусть тоже об этом знают. Ничего страшного. Понимаете? Вот это важно понимать. Далее. Что происходит далее? Вы должны понимать, что наши действия создают наши мысли. До тех пор, пока вы в себе сомневаетесь, до тех пор, пока вы... Ваши мысли – это мысли неудачника, ваши мысли – это мысли неуверенного человека, ваши действия будут точно такими же. Точно такими же. То есть, пока ваши мысли... Ваши действия будут вот такие. Вам необходимо научиться мыслить категориями успеха. Вам необходимо поверить в себя. Да похер там верит вас ваш учитель, ваш наставник, ваш муж, ваш отец, ваша мать. Похер. Ваша задача – поверить и определить, кто я, кем я хочу быть. Поверьте. Вселенной вообще все равно, кем вы хотите быть. Хотите быть королем – будете королем. Хотите быть говном – будете говном. Сами определите. Это в школе такие ярлычки раньше в обычные, сейчас в обычные вешают. Вот ты двоечник, поэтому у тебя будет плохая жизнь, а ты отличник, у тебя будет хорошая фигня. Ты будешь таким, каким ты решишь быть. И каким ты будешь действовать. Потому что очень многие у нас страдают синдромом самозванца. Я такой классный, я такой офигенный, я такой крутой, и при этом я ни черта не хочу делать. Ни черта не хочу делать, потому что я слишком крутой, и все вокруг меня будет. Ни хера вокруг тебя не будет. Ни хера не будет, потому что у тебя синдром самозванца. Далее. В зависимости от того, что мы думаем, так мы и действуем. В зависимости от того, как мы действуем, мы получаем такой результат. Это нужно понимать. Действия у нас есть с вами двух уровней. Первое. Это наши действия физические. Во сколько я встаю, что я делаю, какие задачи я решаю, что я перед собой ставлю. Второе. Это ментальное. То, что я называю ментальные практики. Это мои убеждения. Это моя внутренняя сила. Потому что если вы внутренний слабый человек, если ваше убеждение, да, все это херня, все равно ничего не получится, да, без денег ничего не добьюсь, да, это все бесполезно, не действуйте. Идите ложитесь на диван. Ложитесь, хрюкайте там. Покупайте чипсики себе, пока денежки есть. И нормально сидите. Нормальная жизнь тоже окей. Любая жизнь окей. Вы должны понимать, 90% людей простофи, на которых строится весь этот мир. Потому что они работают на нас, копают, строят. Еще нормальные люди. Вы просто определитесь, вы туда или сюда. И все. И все. Просто важно определиться и спокойненько жить. Не всем быть королями. Идите в массу. Идите в массу. Я всегда говорю своим ученикам, вы здесь особенные. Если вы сюда пришли, вы 10%. Если вы туда, то досвиду вас. Мне не надо. Я обязательно заплачу вам на парковке и 10 гривен. Дам вам на чай где-нибудь. Обязательно. Вы прекрасные люди. Но я хочу быть с теми, кто готов строить эту жизнь. Кто готов создавать эту реальность. Мне с вами интереснее. С остальными на чаевых. Все окей. Итак. Выстраиваемся. Действия определяют. Физические и ментальные. Определяют наш результат. Результат. Это, собственно, тот факт, который вы имеете. Тот факт, который у вас сегодня есть. И для того, чтобы ваш факт поменялся, чтобы ваша точка А пришла в точку Б, вам необходимо произвести некие изменения и замены в своей жизни. Перейти этот мост. Вот, собственно, так. Я в жизни занимаюсь простой вещью. Первое. Я помогаю людям в голове воссоздать ту реальность, которую они бы хотели получить. Я это делаю на марафоне «Рерайтер жизни», как вы знаете, где мы пишем книгу жизни. С помощью медитации заглядываем в свое подсознание на глубинные уровни и находим себя и свои истинные желания. Второе, чем я занимаюсь, это объясняю, каким образом устроен наш мозг и каким образом мы с вами уже имеем пульт управления от нашей реальности. Как с помощью наших мыслей, с помощью наших состояний мы создаем свою реальность каждый день и каким образом мы можем ей управлять. Сейчас я вижу такую проблематику рерайтерцев. Я знаю, что много рерайтерцев. Кстати, поставьте плюсики, кто проходил рерайтер или проходит. У моих рерайтерцев за счет огромного количества информации, всего того, что происходит и трансформации разных, безусловно, мозг тоже закипает. И сейчас я специально для рерайтерцев только запускаю курс, который стартует в следующий понедельник, длится 3 дня и назвала его тоже «Мост». Вот как раз по этой причине. Где мы в течение 3 дней работаем плотно непосредственно над чисткой действий, которые есть в жизни сегодня у вас. Потому что у нас есть огромное количество действий, которые мы совершаем в этой реальности. И мы живем в этой реальности. И мы уже понимаем, какую реальность мы хотим. Мы понимаем, каким образом, какие ментальные практики наш мозг направляет на то, чтобы притягивать это к себе. И тем не менее, мы не всегда понимаем, а как вот эту сегодняшнюю реальную жизнь, если ее не выбросить и не стереть резинкой, плавно перевести в ту жизнь, которую мы хотим. Вот что конкретно я должен делать? Вот как конкретно должна быть наполнена моя жизнь? Могу ли я каждый день делать какие-то шаги? Какие шаги? Я не понимаю. Вот для ребят я как раз создала этот мост. Для того, чтобы мы пошагово разобрали и создали конкретные планы, конкретные действия. Вы будете составлять себе графики, у вас приходят сообщения, вы можете почитать. Я не хочу этому здесь уделять внимание. В закрытом вашем телеграм-боде приходят сообщения, видео, где я рассказываю о том, чем мы, собственно, с вами будем заниматься. И это мега ценно. Изначально, когда я, кстати, вот этот мост решила проводить, потому что было очень много вопросов от разных людей, мне Сергей сказал о том, что пускай на этот мост и других людей. Есть люди, которые не проходили марафон рерайтера жизни, но которые при этом достаточно осознанные и понимают, куда они хотят прийти. Понимают, но не понимают, что им для этого нужно сделать. Я, честно говоря, не очень в это верю, но если, давайте, если вдруг здесь есть такие люди, напишите мне в деле, кто ли я очень сильно хочу попасть на мост, я с вами пообщаюсь, потому что я бы очень не хотела, чтобы попадали какие-то левые люди, но вдруг вы как раз человек, которому это нужно. В остальном, что я вам хочу сказать, для попадания из любой точки, в которой мы находимся на новый уровень, нужно предпринимать действия, и вы это должны осознавать. Вся ваша лень, вся ваша прокрастинация, все ваши отговорки, все ваше, простите, жлобство, инвестирование в себя. Знаете, как часто я слышу от людей, когда мы говорим о каком-то развитии, о бизнес-развитии, о развитии на тех уровнях, которыми занимаюсь я, люди говорят все время. Ой, ну ты знаешь, мне сейчас не до этого, у меня сейчас ребенок в школу идет, у меня сейчас табака болеет. Я всегда поражаюсь этому. Все мои, например, самые мощные скачки всегда происходят в момент, когда я покупаю себе обучение, причем у меня есть такая традиция, я покупаю себе всегда самое дорогое, потому что я знаю, что чем больше я заплачу, тем больше у меня будут результаты. Я, кстати, недавно по этому поводу делала опрос, и очень многие со мной согласились. Вы должны понимать, что самая крутая инвестиция в жизни, которую мы всегда делаем, это наше собственное развитие. Это самое лучшее, потому что не меняясь, не развиваясь, мы всегда деградируем. Когда мы деградируем, никакая кофточка и ничего другое не способны нас завести. Сегодня одна девушка написала мне сообщение и спросила меня по поводу марафона «Законы денег». Она мне спросила, Оль, вот там стоит цена сейчас 49 долларов, а будет ли скидка, будет ли он продаваться со скидкой? Я сказала, нет, не будет, мало того, цена будет расти. И вообще цена на все мои продукты будет сильно сейчас расти. И она мне написала такое сообщение, она ответила, боже, как жаль, что я не попала раньше, и теперь уже точно никогда не попаду. Так вот я хочу вам пожелать, друзья, практически как тост, чтобы никогда в вашем лексиконе не было таких выражений и такой сильной неуверенности в себе. Каждый из вас может иметь абсолютно все, что пожелает, включая партнеры рядом, включая веру в себя, включая красивую жизнь и включая сильные мысли и мощные убеждения. То, что вы способны вселить в свою голову, то вы способны вселить и в свою реальность. Если у вас с этим проблемы, если вам не хватает мощной энергии, веры, заряда и окружения, welcome, я вас всегда жду на своих марафонах, на своих тренингах, в этом я вам точно могу помочь. Но, но, все самое сильное всегда вы дадите себе сами. Я вас могу только в этом прокачать и напомнить вам об этом. Я благодарю всех за то, что пришли на эфир, рерайтовцы, я вас всех приглашаю на мост, каждому из вас нужно найти время и прийти, я вам обещаю, что там не будет никакой дублирующей информации, ничего такого, о чем бы вы уже тысячу раз слышали. Мы предметно сделаем и создадим с вами конкретные планы, я научу вас как строить неделю, месяц и три для достижения той жизни, которую вы описывали в книге. Поэтому, кто думал, приходить или нет, приходить всем, мама плохого не посоветует. Благодарна всем за то, что были, буду очень признательна, если оставите пару слов после того, когда я публикую эфир, понравилось вам или нет, меня всегда это мотивирует проводить эфиры чаще. Всем хорошего вечера.